Комнатная глоксиния представляет собой клубневое многолетнее растение. Побеги у нее коротенькие, а сочные листовые пластины бархатистые и обладают ярко-зеленым окрасом. Бархатистые цветки колокольчатой формы могут быть махровыми, либо простыми. Они окрашены в красный, фиолетовый, розовый и белый цвет, а также встречаются оборчатые, вкрапинку и двуцветные. У глоксинии имеется большое количество семян, которые обладают очень маленьким размером. В природных условиях насчитывается 25 видов данного растения, однако селекционеры в основном работают лишь с глоксинией прекрасной и глоксинией королевской. Глоксиния королевская – это цветущее растение, обладает утолщенными побегами, высота которых не превышает 100 мм. На поверхности темно-зеленых пластин имеется опушение. По верхней стороне располагаются прожилки серебристого окраса, а на нижней – бледно-красные. Широко овальные листья размещаются супротивно по 4-6 штук, в длину они достигают 15-20 см. На длинных цветоносах располагаются поникающие темно-фиолетовые цветки колокольчатой формы, достигающие в поперечнике 70 мм, а в длину – 50 мм. А глоксиния прекрасная – это травянистое растение, обладая длинно-черешковыми листовыми пластинками, широко овальной формы они сужаются к основанию. Такие листья окрашены в равномерно зеленый цвет. Цветки в зависимости от сорта могут иметь различную форму. Они окрашены в красный, синий, пурпурный, белый, фиолетовый, либо розовый цвет. Встречаются формы с белой каймой по краю. Этот цветок обладает некоторыми особенностями, о которых нужно знать цветоводу. Первое – это то, что когда цветение будет закончено, то часть растения, расположенная над землей, отомрет. Очень важно подождать, пока данный процесс сам закончится. Второе – прежде чем у растения начнется период покоя, его нужно подкормить. И используют для этого удобрения, в которых нет азота, например, монофосфатом калия. Третье – горшок для такого цветка нужен достаточно большой. Взрослую глоксенью нужно посадить в горшок в поперечнике, достигающем не меньше 15 см. И четвертое – чтобы цветение длилось на протяжении всего года, для таких растений необходимо оборудовать теплую полку, либо стеллаж, где кустики будут досвечиваться на протяжении 14 часов в день. А теперь поговорим об уходе за глоксенью в домашних условиях. И первое правило – это освещенность. При выращивании глоксеньи в комнатных условиях для нее необходимо выбрать просторное место, которое должно быть очень хорошо освещено. При этом свет нужен яркий, но рассеянный. Оптимальная продолжительность светового дня такого цветка равна 12-14 часам. В связи с этим ему понадобится подсветка, особенно в период длинных ночей. Узнать, достаточно ли растению света, очень просто. Если стебель коротенький, а листовые пластины темно-зеленого окраса размещаются горизонтально, то это значит, что все нормально. При нехватке света стебель и листва будут тянуться вверх. Очень важно помнить, что на такой цветок не должны падать прямые солнечные лучи. Также следует помнить, что глоксенья крайне негативно реагирует на сквозняки. В связи с этим окно, где она стоит, открывать нельзя ни в коем случае. Второе правило – влажность воздуха. Глоксенья нуждается в повышенной влажности воздуха. Однако следует запомнить, что опрыскивать ее нельзя, так как жидкость не должна попадать на листву и цветки. В связи с этим, для увеличения влажности, рядом с цветком рекомендуется ставить открытые сосуды, наполненные водой. Третье правило – температурный режим. В период вегетации этой цветочной культуре достаточно будет обычной комнатной температуры. Однако в период покоя цветок следует переставить в прохладное место – около 10 градусов. Внимательно следите за цветком, и вы сами поймете, когда ему будет чего-то не хватать. Если в комнате слишком жарко, то листва у кустика начнет тянуться вверх. А если ему холодно, то листовые пластины опускаются ниже края емкости. Следующее правило касается полива. В период вегетации полив цветка нужно осуществлять через поддон, либо можно воспользоваться верхним поливом. При этом постарайтесь, чтобы ни на листву, ни на цветы не попадали капельки воды. Поливать растение нужно только тогда, когда верхний слой земли подсохнет. С последних дней августа поливы начинают проводить все реже, так как к концу октября цветок должен постепенно войти в период покоя. Поливайте глоксинию вовремя и не допускайте, чтобы в субстрате застаивалась жидкость. Для полива используют отфильтрованную, либо хорошо отстоявшуюся воду, которая должна быть чуть-чуть теплее, на 1-2 градуса комнатной температуры. Четвертое правило – это подкормка. Подкормку проводят во время интенсивного роста, один раз в декаду. Для этого используют полное комплексное удобрение для декоративно цветущих растений. Подкармливать глоксинию перестают со второй половины августа. Если же ее не подкармливать совсем, то это крайне негативно сказывается как на росте, так и на цветении кустика. Например, цветок начинает расти медленнее, наблюдается мельчание бутонов, окрас цветков становится менее ярким, кустик утрачивает свою былую декоративность, сокращается продолжительность цветения. При недостаточном количестве бора в субстрате у глоксинии могут начаться проблемы. Понять это можно летом, когда продолжительность дня максимальная. По кромке листвы образуются глубокие зазубрины. Чтобы это исправить, растения подкармливают раствором буры 2%, однако с подкормками не следует перебарщивать, так как избыток удобрений также крайне негативно отражается на растении. И пятое правило – это пересадка. Каждый год по окончанию периода покоя кустик пересаживают в новую емкость. При этом субстрат берут точно такой же, что и для бегоний, либо фиалок. При желании готовую почвенную смесь можно приобрести в специализированном магазине, а еще можно сделать своими руками. Для этого соедините перегнойную и листовую землю, а также песок в соотношении 1 к 2 и к 1. Пересадку глоксинии проводят в феврале. Для этого цветок нужно извлечь из емкости вместе с земляным комом. Затем его переваливают в новую емкость, которая должна быть лишь немного больше в старой. На дне горшка не забудьте сделать хороший дренажный слой, который сверху присыпается тонким слоем субстрата, после чего нужно понемногу подсыпать почвосмесь и уплотнять ее. В итоге клубни должны быть погружены в почвосмесь лишь на 1-2 часть. Таким образом проводится и первичная посадка данного цветка. Надеемся, что информация была для вас очень полезной. Спасибо за внимание!